Установлено, что подозреваемая, являясь индивидуальным предпринимателем, занималась продажей женской одежды. За несколько лет коммерческой деятельности у предпринимательницы по причине неуплаты обязательных налоговых платежей в бюджет образовалась задолженность в сумме 4 млн 265 тыс. рублей. Понимая, что на ее имущество, в том числе недвижимое, может быть наложено соответствующее взыскание вплоть до передачи его в счет исполнения образовавшихся задолженностей, злоумышленца приложила все усилия для того, чтобы избежать указанных последствий. Гражданка по фиктивным сделкам переоформила принадлежащее ей нежилое помещение, квартиру и автомобиль общей стоимостью более 10 млн рублей. Все это она оформила на близких, родственников и знакомых. Кроме того, женщина формально прекратила свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и организовала документальное переоформление бизнеса по торговле женской одежды на свою родственницу, включая переоформление договоров аренды торговых мест в торговых комплексах в центре города Саратова. Однако, фактически злоумышленница продолжала руководить работой своих торговых точек. После переоформления имущества подозреваемая обратилась в арбитражный суд Саратовской области с заявлением о признании ее банкротом. В рамках проверки сотрудниками Управления экономической безопасности противодействия коррупции Главного управления МВД России по Саратовской области был установлен неправомерный характер действия подозреваемой, направленный на преднамеренное банкротство, заведомо влекущая неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинившие крупный ущерб бюджету Российской Федерации на общую сумму свыше 4 млн. рублей. По выявленным фактам незаконной деятельности в отношении подозреваемой следственной частью Главного следственного управления Главного управления МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 196 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Желтов, Андрей Багаев, Анатолий Чернов, дежурная часть Саратов.